20 века, когда японское искусство следовало западноевропейским образцам. Периоды, когда японские художники руководствовались художественным языком обобщений, наиболее полно отражают японскую уникальность. Этим периодом, кроме древнего периода Дюмо, 7,5 тысяч лет до нашей эры, относят искусство Гэйян, искусство Момо-Яма и искусство начала периода Эду, 17-18 века. Несмотря на то, что Япония стремительно реагировала на иностранные влияния, и периодами в Японии были модными иностранные кухни, императоры и большая часть аристократии отдавали предпочтение традиционному направлению к искусству. Что касается светской национальной живописи, то в ней необходимо выделить три линии развития. Одна линия отличалась достоверностью, непосредственно связью с поэзией, красочностью, откровенной плоскостностью изображения и ограниченностью пространства. К этой линии относят школу Ямато-Э, развившуюся в период Хэйян. Другая линия – это живопись Суми-Э, развившаяся в 14-19 веках в период Мурамати. Это монохромная живопись Тушу-Суми. Суми – это тушь Э-живопись, похожая на акварельную технику. Ей свойственный намек, недосказанность, очень сдержанный изобразительный язык и опосредованной связи с поэзией. Художник, который работал в этом направлении, должен был понимать, что он не является творцом, он инструмент, который осуществляет, в общем-то, самотворчество. А само творчество – это открытие, это наитие. А виртуальность, которая, конечно, должна была быть, это не такое отспорие, но ни в коем случае не самоцель. Третья линия – это ксилография, направление, получившее название «УКЮЭ», дословно, образы измельчевые. УКЮЭ возникла в период Эдо, и ксилография была более демократичным видом искусства. Она не была скована такими рамками классического искусства, канонами. И это искусство считают последним наследником традиции Яма-Тори. В истории японской живописи, светской живописи Японии, Ян принадлежит особое место. Во-первых, трудно переоценить уже сам факт возникновения светской живописи, вообще светского искусства, там, где развивалась исключительно религиозная искусство. Во-вторых, с возникновением светского типа живописи появились новые формы, темы и сюжеты, основанные на явлениях японской жизни. С искусством Японии Ян связано возникновение Яма-Тори, важнейшее явление японского искусства. Кермен Яма-Тори впервые появляется в письменных источниках в 1999 году. И он относится, в основном, к росписям шир, которые были непосредственно связаны с греком. Примерно в то же время в литературе упоминается термин «караэ», обозначающий китайскую живопись. Отсюда можно предположить, идущие японаведы предполагают, что термин Яма-Тори был создан для противопоставления японской живописи, живописи китайской. Все началось с того, что столица Японии была перенесена из Нары-Хи-Ян-Кио, современной Киото. И в Японии начался период, полный высоких, великих достижений в искусстве. Гудизм в то время в Китае подгонялся гранения. И Япония прекратила всякие связи с Китаем. И в ходе так, что им ничего не оставалось, как, в общем-то, создавать свое искусство. И действительно, они стали создавать японское искусство, в основе которого, главной тематикой которой была японская природа, люди, литературные произведения и повседневная жизнь. Яма-Тори, дословно, японская живность, это собирательный демо, относящийся ко всей совокупности специфических японских художественных школ, жанров, форматов, техник и стилистических приемов. Рассвет которых пришелся на период Ки-Ян. И ранний период Ка-Но. А дальнейший развитие уже продолжалось на протяжении нескольких столетий в рамках других художественных школ. Это были школы Туса, Римба, Ка-Но, Нигонга. Я вот сейчас буду показывать эти слайды. Вот это школа Туса, это школа Римба. Посмотрите, как отличаются, на самом деле, все эти стилисты, которые, да? Школа Ка-Но. И, наконец, школа Нигонга. Это конец девятнадцатого, начало двадцать первого веков. Значит, и, вот, конечно, искусство ИПОЭ, которое, в общем, завершило период, завершило вообще развитие Яматоэ. Более упрощенно, Яматоэ – это живопись, чьи темы, предмет и формат являются японскими. Поэтому в понятие Яматоэ входит живопись очень разная по своему содержанию, по, скажем, стилю письма, по техникам и так далее. В разные периоды истории Японии были и есть разночтения по поводу смысла, вкладываемого в термин Яматоэ. Иногда его называют стилем японской живописи. Но авторитетные искусствоведы, такие как Виноградова, Николаева, Бродский, они считают, что вообще термина, вот, как, такого термина, как стиль, в этом случае надо избегать. Это, скорее, школа, может быть, направление, но не стиль. Бродский в книге «Японское классическое искусство» определяет Яматоэ как важнейшее явление средневекового искусства Японии и выделяет четыре этапа его развития. Первый этап длился с периода формирования Яматоэ, то есть с конца IX до середины XII века. Это полихромная живопись, то есть многоцветная живопись, в основном на горизонтальных свитках. И росписи ширм на сюжеты японской литературы того времени, описывающие быт и нравы хиянской аристократии. Особенностью этих свитков была обособленность образов на каждом из сегментов. По сути, это была самостоятельная картина, которая обособлялась от следующего изображения большой полосой, которая была заполнена текстом. Одним из создателей живопись Яматоэ считает Косе-каналку, первого светского предлогного художника раннего периода Хиян, который основал в Японии первую художественную школу Косе. Источники упоминают Косе-каналку как художника, который не следовал китайским образцам, хотя и в его живописи есть китайские влияния, безусловно. Росфит Яматоэ пришелся на 9-10 века, но до наших дней дошли лишь образцы, датированные второй половиной 11 века. Поэтому реконструировать живопись предыдущего периода приходится как бы вот лишь на примере образцов уже 11 века. Одно из этих произведений, которое до нас дошло, одно из ранних произведений, которое до нас дошло, это история жизни принца Сёдову. Это из храма Хориути. Авторство этой ширмы приписывается Хата Итейю. И другая картина, это пейзажные ширмы из храма Тоти. Вторая половина 11-го столетия. Сегодня они находятся. Это ширмы на улице в национальном муле, в Киоту. История жизни принца Сёдову исполнена на шоке. Автор, как я уже сказала, Хата Итей, и эта картина первоначально украшала стены храма Эйдо-но, но из-за плохой сохранности была снята со стен, разделена на 5 частей и натянута на 5 ширм. Сегодня эта картина, это, в общем-то, ширмовой росписью. Прижизненное имя принца-регента Сёдову, прижизненное имя его Омаяду, но, значит, Сёдову, это имя ему было присвоено уже посмертно. И о нём рассказывали очень интересные легенды о том, что он был удивительным человеком. Проходили легенды о том, что он имел способность реагировать одновременно на 10 спрашений и обращенных к нему одновременно. Поэтому его позвали «Восьмиухи». И очевидно, что художник в своём произведении пытается как бы показать нам вот эту особенность этого человека. И поскольку это свитковая живопись, мы должны с вами понимать, что отдельные сцены в свитках, они всегда расположены по вертикали, в отличие от живописи на свитках, где действие развивается по горизонтали. Каждый из ширм является гармоничным и сбалансированным изображением придворной светской жизни, который призывал к принципу. Булгий был принцип, он боролся, он поощал буддизм, стремился к объединению страны и к построению цивилизованного общества. Принцип, всё-таки, провёл много реформ, направленных на распространение буддизма и создание цивилизованной исполнительской вертикали. Написал первые японские законоположения, вёл китайский календарь, наладил транспортную сеть, написал первые японские исторические хроники, построил много буддийских храмов. То есть, по сути, это, в общем-то, правитель, который делал очень многое для своей страны, поэтому он остался в памяти людей. На ширмах можно видеть разные изображения. Например, на этой ширме мы видим садников. Возможно, что это были послы, которых принц направлял в Суський Китай, когда в один из таких визитов письме впервые было упомянуто слово «Япония», «Няпония», вместо старого «Ямато». Здесь на этих свитках изображены и прекрасные дворцы, и различные жилые сооружения. Здесь есть изображенные люди, которые пируют на природе. Даже если рассмотреть, вблизи имеют возможность рассмотреть, то здесь можно увидеть вот эти дворцовые сооружения, где можно разглядеть даже живопись на фусума, на непередвижных перегородках и так далее. По сути, художник очень ярко, живописно передает повествование и в то же время поясняет какие-то жанровые подробности сюжета. Но главное, на что стоит обратить внимание, это, конечно, на изображение природы, которое, с одной стороны, безусловно, является фоном событий, но с другой стороны, это очень сбалансированный и изменяющийся соучастник событий. Здесь есть горы и низменности, деревья и воды, создающие покой, гармонию и радость бытия. На картинах изображено достаточно много, обратите внимание, здесь, может быть, конечно, не идеально все видно, но потому что очень старики. Но здесь очень большое количество народа изображено и фигуры, такие мелкие фигуры, и вот эти архитектурные объекты, которые очень реалистичны. Интересна еще одна деталь, значит, своеобразное изображение тумана в виде таких горизонтальных полос, белых горизонтальных полос с округляющимися завершениями. Такого типа, значит, горизонтальные линии, они, их называют косуми, словно туман. Значит, впоследствии часто многие художники использовали их в различных видах живописи Яматои. То есть это такой уже был технический поступьем. Еще один элемент, значит, который можно встретить вообще в японской живописи и в этих свитках в частности. Значит, это ироганы. Что это такое? Это цветная бумага, значит, такие прямоугольные листы из плотной цветной бумаги, которые использовались в качестве основы для каллиграфии живописи. Я вам могу сейчас показать. Вот, посмотрите, вот так просто это. Это специально ширма, на которой они наклеены. Но вообще, вот здесь везде вы можете видеть такие ироганы, они везде есть. Практически на всех шермах вот здесь, наверное, лучшие люди. Они всегда есть. Значит, и вот содержание этих комментариев оно было всегда связано с картиной, на которую они были приклеены. Часто это была поэзия, скажем, навеянная, увиденная на картине. А что касается Яматоэ, то чаще всего она сопровождалась японской поэзией в Ака. Рассвет Яматоэ пришелся на XII-XIV века. Это была жилпись, которая писалась тушью и краской, в основном на горизонтальных свитках, которые составляли вот такие целые серии, которые назывались Эма-ки-муно. Эма-ки-муно – это один или несколько длинных свитков, на которых посредством изображений и литературного текста рассказываются разные истории. Моно-гатари-э – это, в основном, история, это ручные свитки, это Эма-ки-муно, содержащие иллюстрации к повестям и словесные пояснения к этим иллюстрациям. Разворачивая рулон справа налево, как и направлено с письмом на японском языке, перед читателем открывались захватывающие истории. Ширина свитка составляла в среднем 30 сантиметров. Представляете себе, он небольшой, 30 сантиметров. Длина могла достигать 9 или 12 метров. Сами понимаете, эти свитки хранились всегда в запутан виде. Люди их открывали, любовались ими и снова их собирали. Причем всегда смотрелись справа налево. Тематика была очень разной. Это могли быть иллюстрации к романам, это могли быть какие-то исторические хроники, или небезные тексты, биографии известных людей и даже какие-то, скажем, гуманистические или фантастические истории. Примерно в конце 10-го, начале 11-го века были созданы иллюстрации к знаменитому роману «День за моногатари». А иллюстрированные, я извиняюсь, иллюстрированные свитки Гензи Мода Гатарри Эмаки или свитки с картинами на тему повести о Гензи были созданы в 12-м веке. Это одна из ранних иллюстраций к приборному роману «Повесть о Гензи» «Приборные дамы», «Мурасаки» и «Сикиби», оформленные в форме горизонтальных свитков Эмаки Мона. В повести возник диалог слова и образа, качества характерны для традиционной японской живописи. От оригинального комплекта, состоящего, предположительно, из 20 свитков, включающих 300 разделов с текстом более 100 иллюстраций, сегодня сохранилось около 15%. В период Хеян девушек из аристократических семей развлекали и воспитывали одновременно. Им разворачивали свитки с картинами и с одновременным чтением каких-то текстов, которые сопровождали эти свитки, девушки проводили время. Тексты читали в основном прислуживающие дамы, в то время как сама госпожа рассматривала картины. Сегодня специалисты склоняются к мысли, что автором этих свитков является женщина. И это долгое время был спорный вопрос, но сегодня в основном все спецслуживы склоняются к этому. И поэтому, в общем-то, техника, которая у нас работала, она считается, в Японии ее называют женской. Значит, эта техника называется цукуриэ или макияж. Переводится как макияж. В самой повести рассказывается об этой технике. Значит, контуры предметов рисовались тушью. Затем поверх туши наносился густой слой минеральных красок. Поверх слоя минеральных красок снова наносился рисунок туши, который был призван выделить и как бы подчеркнуть черты лица и делал рисунок, естественно, гораздо лучше, не тонированный. В пользу того, что это женская яматоэ, говорит и то, что число женских фигур явно перевешивает на этом свете. Еще другая интересная композиционная особенность, которая потом будет встречаться во многих горизонтальных свитках. Речь идет о так называемом приеме, сорванной с дутой ветром крыши. Обратите внимание, что вы нигде не видите как бы потолка. Крыш нет. Все дома, которые изображаются здесь, посмотрите, есть какие-то перегородки, балки, стены и так далее, но нет крыши. Так художник изображает сцены как бы с высоты птичьего полета, причем под углом, всегда по диагонали. И он, так у него возникает, он как бы создает себе возможность одновременно изображать несколько сцен, действие которых происходит как внутри помещений, так и в мире. В повести о Гинде и других эмакии используются характерные изображения человеческих лиц с условным рисунком глаз и носа. Они просто так, намечены штрихом, который получил название Херемека Гиббана. Это лица с узкими глазами и крючковатыми носами. Для изображения лиц художники использовали только две основные точки обзора. Наклонный угол в 30 градусов спереди и прямой угол, дающий профиль. Причем, когда лица показаны под прямым углом, видны брови и уголки глаз, но не видно носа. Но вы же понимаете, что такое изображение, оно нереалистично. Невозможно увидеть краешек чего-то глаза, но не увидеть его носа. И в результате получались такие невыразительные лица. Вы спросите, почему художник не глядал лицами персонажей? Этому есть свое объяснение. Не знаю, насколько оно реалистично, но оно есть. Дело в том, что герои повести в большинстве своем были вымышленными. Это не были исторические какие-то персонажи, и поэтому художник тактично не навязывал читателю свою виду. Другой особенностью свитковой живописи является то, что иногда художники дают обобщенный рисунок, довольно подробно изображают какие-то какие-то события на свитке и упускают некоторые элементы, как бы игнорируют их. Значит, вот в этом свитке повести о Генди XII века художник не везет. В общем-то, этот прием очевиден. Такие облака, такие очень схематичные. То, что, скажем, происходит на переднем плане, нам понятно. А все остальное, в общем-то, это не важно. Как бы художник показывает такое многообразие мира. В начале периода Эдо Кайхо Юссетсу стал автором еще одной версии повести о Генди, а их было очень много, версий было очень много. И были тогда, он проиллюстрировал 54 главы повести. Вот, например, вы видите фактически это повесть, которая была уже иллюстрирована в период Эдо. Вы видите, это совершенно другой стиль. Второй этап развития Яматоя начинается со второй четверти 12 века и длится до 13 века. Живописи на шимах и свитках этого периода свойственна преобладанию графичности над живописностью. Вот эта расчлененность седьмета, о которых мы говорили прежде, она уступает место целостности. То есть повествование становится неразрывным, и эпизоды располагаются в соответствии с логическим последователем этого подсказания. Становится более демократичным выбор тем, и, как это ни странно, но в этот период в Японии начинает развиваться и становится достаточно популярным портретным жанром. Одним из ярких примеров этого периода является шима Сан Суйбёгу конца 12-го, начало 12-го время. Сан Суйбёг с китайского переводится как шаншуй. Это пейзаж. Это жанр китайской японской живописи, который изображает идеализированную природу. Тут изображен осенний горный пейзаж с пологими горными криптами и повседневная жизнь людей. Это одно из старейших сохранившихся произведений в этой шимовой живописи с росписью Яма Тури. В Японии, кроме этого, я хотела сказать, что вот эти ширмы часто использовались во время каких-то ритуалов. Например, эта ширма использовалась в храме Дзиньодзи при качестве фона для ритуалов, называемых кандио. Хочу вам сказать, что это такое. Это так называется ритуал, который призывает Будду или Будхисадку снизойти из своего тела блаженства в мир проявлений. Синтаизм перенял этот обряд кандио-буддизма и синтаисты так побуждали и побуждают почитаемого Гами войти в свое храмовое тело. Эта церемония проводится в дни праздников Мацури и при освещении новых синтаистских храмов. В период Мурамачи в теоретической литературе начинает фигурирует термин кимпекида, буквально означающий сине-зелено-золотая живопись. Это декоративный стиль фонументальной японской живописи с использованием в качестве фона золотой, иногда серебряной фольги, ярких минеральных красок и релектных поверхностей. Кимпекида встречается на раздвижных перегородках фусума, на стенах и на складных ширмах биографии. Среди складных ширм периода мировой мать и расписанных в стиле кимпекида упоминаются вот эти ширмы, которые я вам сейчас показываю, Солнце и Луна, автор неизвестен, и Сосновая роща. А, нет, нет, Солнце и Луна, просто это же ширма, да, а один и 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 начался на конец периода Мамуяма, начало периода Этоги, во многом благодаря Кану Эйтогу. Это был влиятельный художник, что позволяло ему обеспечивать постоянную работу не только себя, но и своих учеников. Из сохранившейся работ Кану Эйтогу в Силе Кимпеки Га есть складные шаги, цветы и птицы, сцены киоту и вокруг его, кипание сырое дерево, китайские львы, он расписывал интерьеры замков и так мода на эти расписанные ширмы распространялась по всей Львовне. Они очень красивые, очень живописные, яркие. Что касается портретной живописи, то для ее обозначения в Львовской живописи используется термин Нисе, дословно картина подобия. Портретируемые это прегрозы и самураи. Если прежде японцы избегали изображения своей внешности и портретная живопись наносила религиозный характер, то теперь она приобретает светство. Портретная живопись в конце XII века она парадная. Портреты писались в такой схематично реалистичной манере. Это были однотипные картины со стилизованными фигурами и козами. Все персонажи были одеты в официальную одежду и художники явно старались ставить перед самую задачу детального выявления индивидуальных черт с портретированными. При этом несколькими скульптными линиями они создавали характерные образы с подчеркиванием социального статуса каждого из них, что было конечно очень важно. Это были в основном портреты выдающихся деятелей того времени, которые были исполнены в торжественных позах и церемониальных одеждах. Высшим достижением портретной живописи XII века являются работы Худзивары Токанула. Классическим образцом камагумского живописного портрета в конце XII века является посмертное изображение Сёгана Минамото Горемото того же автора Худзивары Токанула. Художнику удалось создать образ возвышенного выключенного из житейской суеты человека. Он сидит на постаменте облачен в маскирующей парадной одежде, которые не показывают на самом деле своего дела, но в то же время мы видим такой четкий силуэт, точно прорисованный человек его неподвиженного и мы понимаем, что это сильная личность, это правитель, воин, характер которого был выкован в сражениях и обеян Алиуруславов. Во второй половине XII века еще одной из популярных тем живописи на свитках и направления Яматоэ становится изображение так называемых шести миров, в которые согласно буддийскому учению могут переселяться все живые существа. Вы знаете, конечно, это миры богов, полумагов, людей, животных, голодных духов и, наконец, адских существ. Свиток буддийского ада, который вы сейчас переведите в виде в саду, он описывает в картинах и словах круги ада, куда попадают грешники. Авторство свитков дополнительно не установлено, но, предположительно, автором является Ницунадом. В подобного рода свитках мы видим людей, которые порчатся в адском пламени или комнаты быстротекущих летах. Это такие истощенные люди, часто с скоротыми животами, с обнаженными костяками и так далее. Скажем, например, вот на этом свитке дэвы загоняют людей, которые пытаются вырваться из пламени, но они загоняют обратно в пламя. эти свитки были очень популярны в свое время и здесь они преследовали цель показать какую-то жалкую уничтожную стуть человека, где совершенно очевидно, что это обреченные люди, которые наделены таким низменным характером. ее наделены и к третьему периоду Яматое относится искусство XIII века, где преобладала живопись на горизонтальной свитке. Она по сути явилась синтезом колористических и графических особенностей двух первых этапов прожития Яматое. С конца XIII века под воздействием под воздействием акцепции Секу-дэн акцепт в живописи переносится на пейзаж. Японский пейзаж начинает тяготеть к китайскому сунскому пейзажу и в результате становятся заметными тенденции к формализации художественных приемов Яматое, каких-то сюжетных ситуаций, а также способов изображения. Свиток, который вы сейчас видите перед собой, он называется «История придворного дайнагона Бан». Дайнагон — это придворный тип и этот свиток стал для своего времени новым явлением автор тоже точно неизвестен, но свиток приписывается Митцунаге. Тут изображены события 866 года, когда Дайнагон поджег ворота от МООН в Киото и обвинил в пожаре своего политического соперника, министра Минамото Макатова. Но виновник был обнаружен, его сослали в провинцию Идзу. Свиток очень плохо сохранен, все, что можно увидеть. Он был очень ярким, но здесь не все элементы видны хорошо. Но почему этот свиток так интересен? Он стилистически очень интересен в том плане, что, во-первых, здесь есть такое сочетание стилей Цукурия, о котором я вам говорила, о женском стиле, и потопое это мужской стиль. Значит, это две манеры письма, которые здесь в этом свитке художник использует и ту, и другую манеру. Чем отличается мужская манера письма от женской, в которой я вам рассказывала, эти несколько этапов, которые проводят художник, здесь в мужском стиле художник использует такую толпую минику, где она такая не эмоциональная линия, там как бы не модулирующая линия, если так сказать. И фактически вот это то, что он смог использовать и тот, и другого стиля, они делают картину в этом смысле гораздо чисто технически гораздо интереснее. Что касается эмоциональной составляющей, то здесь очевидно стремление художника изобразить людей с разными характерами. настроения их различную реакцию на события. Например, когда главного героя арисовывают и отправляют в изнание, женщины в его особняке бурно очень проявляют свои чувства. Они плачут, они стянают и так далее. И то есть тут вот такое новое явление в японской искусстве, где художник обращается к реальной действительности и обращается к реальной действительности и пытается изобразить ее среди произведений второй половины тринадцатого века, в которых пейзаж начинает играть самостоятельную роль, особый интерес представляет комплект из двенадцатой свитка под названием Священник Типен Жизнеописание Святого Типена. Кто такой Священник Типен? Это здравствующий правоведник учения Будды и автором свитка является Хоген Эни. Эти свитки написаны в жанре Эден. Эден это иллюстрация жизнеописания почитаемых буддийских патриархов и монахов. Основной темой жизнеописания является проповедь перед толпой и пейзаж. Сцены проповедей изображены в горах, в деревнях, в монастырях, при стечении людей, готовых услышать проповедь священника. Действия на свитках дробная, состоящая из нескольких эпизодов. Это разношерстая толпа. Одни слушают проповедника, другие заняты своими делами. И здесь художник так и компонент изучит изображение. Он ограничивает пространство для каждого из сегментов. Здесь мы видим такой муравейник, людской муравейник, где каждый занимается своим делом, но в то же время есть люди, которые внимательно слушают проповедь. Совершенно имели предстают вот такие свитки, пейзажные свитки из этого же ряда. Они такие безмолвные. В них царит покой, пространство и тишина. Туманная дымка, которая закрывает горизонт, скрадывает четкость очертаний предметов, которые загружены на переднем плане. И здесь художник изображает точку с высоты птичьего полета, что наверняка ставит цель показать необозримое пространство, которое является доминантом идейного и эмоционального содержания свитки. художника. Мы здесь видим мягкие зеленые тона, которые были очень характерны для декоративного пейзажа. Мы видим здесь билизовые деревья, красные храмовые ворота тории. и здесь очевидно желание и стремление художника к изображению целостного мира. Потому что именно этот целостный мир, он является очень-то главной темой, которую художник изобразитель. Такая изобразительная система зародилась в Питаях в сурском монофонном пейзаже. Под его глянем пейзаж станет самостоятельной темой декорских повествовательств в свитках более больного времени. Именно эта тема выведет декорскую живопись из тупика, обратив ее к проблемам человека и мира. Для передачи грандиозной картины в мирах нужны были новые формы и художественные средства. Монофонный пейзаж постепенно становится популярным, он распространяется в Японии. Это было во второй половине 14-го столетия. Буддистская секта дзен, которая была в непосредственной связи с Китаем, в 13-14 веках способствовала возникновению в Японии часть чайной культуры, развитию садово-паркового искусства, специальные садово-архитектуры, предназначены для чайных церемоний. Все эти искусства были связаны с главной дотриной учения секты дзе, дотриной созерцания, погружения самого себя. Сам свиток становится предметом созерцания. Среди работ Ямато первой половины 14-го столетия хочу показать вам еще один горизонтальный свитер, который называется «Легенда о чудесах божества святилища Каосула». Это синтайско-буддийское божество. Автор художник Такакаси на Такакане 1309-й год. Он собрал 20 свитер, которые повествуют о чудесах божества Каосула. По использованию художественных приемов и оппозиционных решений эти свитки очень напоминают Ямато первой половины 12-го столетия. Такие же многоцветные, такие же пышные одеяния на дамах, такие же характерные позы, тот же рабочие исполнения, тщательно прорисованный рисунок, даже вы видите вот эти раздвижные панели Каосула, где можно разглядеть изящно. Но все это носит декоративный характер и черты стилизации. Светки легенды о чудесах божества святилища Каосула положили начало чисто формальной разработке приемов живописи и анатория, которая перестала быть широким явлением японского искусства. Ее роль была неизведена до положения школы. Этой школой стала школа Турсан, которая продолжила существовать как хранитель традиций Яматоэ. И вот начался четвертый последний этап Яматоэ, который был связан с деятельностью школы Турсан, развивавшейся на протяжении почти пяти веков, с начала 15-го до конца 19-го века. Ей характерны филиграны отточек, детализация, красочное богатство и техническое совершенство отделки. Родоначальником школы считается Фудзивара Юкинифу. Но прием школа не носила название Турса. Она стала так называться официально в тот период, когда ее основал Турса годы жизни пришелся наибольший рассвет этой школы. Он был на должности главного художника и при его жизни художники школы пользовались покровительством субината и императорского двора. На протяжении последующих столетий школа в общем-то никак не изменила направление своего и практически сюжеты повествовательный характер этих картин и так далее они оставались теми же самыми. С середины 13-го начала 14-го веков в Японию массово проникает китайская живопись династии Су и Юан. Эту живопись япония называли Карайэ, а затем так стали называть японских авторов, которые были созданы по китайскому образцу. С изменением значения термина Карайэ изменилось и значение термина Яматоэ. В 15-го в Яматоэ была включена не только живопись, большая происхождение от эпохи Кэян и разрабатывающие ее специфические формы и приемы, но и картины, написанные в стиле письма Хакубёка. По сути, по терминам Яматоэ объединила живопись, разняющаяся как по времени создания, жанров, техники, тематики, по манере письма кудрикам. Что такое Хакубё? Это дословно белый рисунок, техника рисования монахромной ручью, зародившейся в Китае в 5-м, 3-м веках для нашей эры, во времена династии Танг, и ставшая самостоятельной стиле жизни. Это техника, которой используют черную тушь, в основном черную, иногда золотую или серебряную. И Хакубё отличается токой немодулированной линией. Во времена династии Танг в Китае Кудау-цзы усовершенствовала эту технику. Вы сейчас видите его картину. по сути я вам показываю какие-то отручки, но это был тот случай, который на самом деле очень впечатляющий все. Значит, Удау-цзы усовершенствовал эту технику и вообще суть этой техники заключалась в том, что как бы глядя на это произведение мы можем согласиться с китайским историками стуха, которые считали, что живописи и каллигархия они подкидываются из одного источника. Потому что посмотрите, какой каллиграфический на самом деле рисунок. И вообще в Китае всегда бытовое мнение, что многоцветие не создает в жизни подобных. Они считали, что художник достиг цели тогда, когда используя один цвет создал многоцветный то есть полную живописи. но по сути техники сводила к минимуму все теневые и цветовые градации, которые были так и получены. Японскую фокудвилочку условно делят на две категории. Одна это предварительные рисунки, наброски или копья. ко второй группе относят произведения которые известны под названием Фокудвил Ямато Эхо. это группа состоит из законченных картин законченных работ большинство из которых были использованы и неустрелы при другом округе вот такого типа квартины посмотрите они в качестве не такие яркие например вот эта картина имеет более закончен вид она относится к собранию сказаний минувших и минувших дней кроме этого немножко позднее была создана вот посмотрите такая эмустрация это уже 13 век и Макимону любовная велика и еще были изображения записки у изголовок это свитки которые иллюстрировали известную повесть Сейсюнагу произведения в стиле второй группы которые вы сейчас видите они характеризовались очень тонкими немодулированными линиями бледными очень оттенками черной туши и часто здесь вы не видите но часто художники использовали такие крошечные пятна красной туши для изображения губ и каких-то других мелких деталей головные уборы аристократов они исполнялись таким сплошным участком угольной черной туши и это создавало контраст черного и скажем светло-серого и белых цветов период развития судьба бука популярность хакубе пошла на спад и период на рамбате и шкубожники школы туса сохранявшие верность к художественным традициям в периодах и яд продолжали использовать художественное творчество в качестве примера можно привести вот этот свиток и вот этот свиток значит генди мудакватари эмаки и что получается что вот эти свитки исполненные в этой технике посмотрите они постепенно теряют какой-то цвет какой-то праздничный эмоциональность так далее то есть этого периода является шима сан суй конца двенадцатого начала двенадцатого века сан суй с китайского переводится как шаншуй это пейзаж это жанр китайской японской живописи который изображает идеализированную природу тут изображен осенний горный пейзаж с пологими горными и повседневная жизнь людей это одно из старейших из сохранившихся произведений в этой живописи с росписью яматои японии кроме этого я хотела сказать что значит вот эти ширмы они часто использовались во время каких-то ритуалов например эта ширма она использовалась в храме при качестве фона для ритуалов называемых кандио хочу вам сказать что это такое значит это так называется ритуал который призывает будду или бодхисатку снизойти из своего тела блаженства в мир проявлений синтаизм перенял этот обряд гандзёу буддизма и синтаисты значит так побуждали и побуждают почитаемого гами войти в свое храмовое тело эта церемония проводится в дни праздников мацулин и при освещении новых синтаистских храмов в период мурамачи в теоретической литературе начинает фигурирует термин кимпеки га буквально означающий сине-зелено-золотая живопис это декоративный стиль монументальной японской живописи с использованием в качестве фона золотой иногда серебряной фольги ярких минеральных красок и реликных поверхностей кимпеки га встречается на раздвижных перегородках усума на стенах и на складных ширмах биографии среди складных ширм периода мировой мати расписанных в стиле кимпеки га упоминаются вот эти ширмы которые я вам сейчас показываю солнце и луна автор неизвестен и сосновая роща а вот это солнце и луна а нет нет только солнце и луна просто это же ширма да один значит рассвет популярности кимпеки га пришелся на конец периода с начала периода во многом благодаря кану и току это был влиятельный художник что позволяло ему обеспечивать постоянную работу не только себя но и своих учеников и сохранившаяся работ кануэ и току кимпеки га есть складные ширмы и цветы птицы сцены киото и вокруг него кипани сырое дерево китайские львы значит он расписывал интерьеры замков и так мода на эти расписанные ширмы она распространялась по всей японские японские ну они очень красивые конечно такие очень живописные яркие что касается портретной живописи то для ее обозначения японской живописи используется термин низе дословно картиноподобие портретируемые это предрозные самурали если прежде японцы избегали изображения своей внешности и портретные живописи наносила религиозный характер то теперь она приобретает светство портретные живописи с конца двенадцатого века она порадует портреты писались в такой схематичной реалистичной манере это были однотипные картины со стилизованными фигурами иконами все персонажи были одеты в официальную одежду и художники явно ставили перед самую задачу детального выявления индивидуальных черт портретированных при этом несколькими скульптными линиями они создавали характерные образы с подчеркиванием социального статуса это были в основном портреты выдающихся деятелей того времени которые были исполнены в торжественных позах и церемониальных одеждах высшим достижением портретной живописи XII века являются работы Кудзивары Таканула классическим образцом Камакумского живописного портрета является посмертное изображение Сёгана Минамото Гориното того же автора Кудзивары Таканула Художнику удалось создать образ возвышенного выключенного из житейской суеты человека он сидит на постаменте облачён в маскирующей парадной одежде которые не показывают на самом деле своего тела но в то же время мы видим такой чёткий силуэт точно прорисованный человек его и мы понимаем что это сильная личность это правитель воин характер которого был выкован в сражениях во второй половине двенадцатого века ещё одной из популярных тем живописи на свитках направление Яматоэ становится изображение так называемых шести миров в которые согласно буддийскому учению могут переселяться все живые существа вы знаете конечно это миры богов полумогов людей животных голодных духов и наконец адских существ свиток буддийского ада который вы сейчас видите он описывает в картинах и словах круги ада куда попадают грешники авторство свитков доподлинно не установлено но предположительно автором является подобного рода свитков мы видим людей которые порчатся в адском пламени или тонут быстротекущих летах это истощенные люди часто с скоротыми животами с обнаженными костяками и так далее скажем например на этом свитке голодные духи обнаженные фигуры мужчин и женщин скажем и такие существа страшные с опухшими животами которые явно пугают этих самых людей скажем или например вот в этом свитке где дэвы загоняют людей люди пытаются вырваться из пламени но они загоняют обратно пламя эти свитки они были очень популярны в свое время и здесь они преследовали цель видимо показать какую-то знаете жалкую уничтожную суть человека где совершенно очевидно что это обреченные люди которые наделены таким низменным характером ее наделены и к третьему периоду Яматое относится к искусству 13 века где преобладала живопись на горизонтальном свете в основном она по сути явилась синтезом колористических и графических особенностей двух первых этапов развития Яматое с конца 13 века под воздействием под воздействием концепции акцент в живописи переносится на пейзаж японский пейзаж начинает тяготеть к китайскому сунскому пейзажу и в результате становится заметными тенденции к формализации художественных приемов Яматое каких-то сюжетных ситуаций а также способов изображения свиток который вы сейчас видите перед собой он называется история придворного дайнагона бан дайнагон это придворный тип это свиток стал для своего времени новым явлением значит автор тоже точно неизвестен но свиток приписывается не цунаки тут изображены события 866 года когда дан байнагон поджег ворота от МООН в Киото и обвинил в пожаре своего политического соперника Минамото но макатова но виновник был обнаружен его создали в провинцию свиток очень плохо сохранен все что можно увидеть он был очень ярким но здесь не все не все элементы хорошо но почему этот свиток так интересен он стилистически очень интересен в том плане что во-первых здесь есть такое сочетание стиле цукурия о котором я вам говорила о женском стиле и это мужской стиль значит это две манеры письма которые здесь в этом свитке художник использует и ту и другую манеру чем отличается мужская манера письма от женской в которой я вам рассказывала несколько этапов которые проводят художник здесь в мужском стиле художник использует такую тонкую линию где значит она такая не она не эмоциональная линия там как бы не модулирующая линия если можно так сказать да и фактически вот это то что он смог использовать и тот и другого стиля они делают картину в этом смысле гораздо чисто технически гораздо интереснее что касается эмоциональной составляющей то здесь очевидно стремление художника изобразить людей с разными характерами настроения их различную реакцию на события например когда главного героя арестовывают и отправляют в изгнание женщины в его особняке бурно очень управляют свои чувства они плачут они стянают и так далее и то есть тут вот такое новое явление в японской искусстве где художник обращается к реальной действительности и обращается к реальной действительности и пытается изобразить ее в различных проявлениях среди произведений второй половины тринадцатого века в которых пейзаж начинает играть самостоятельную роль особо интересно представляет комплект из двенадцатой свитки под названием священник Типен жизнеописание святого Типена кто такой священник Типен это здравствующий правоведник лечения груды значит и автором свитка является Хоген Пенни эти свитки написаны в жанре Эдель Эдель это значит иллюстрация жизнеописания почитаемых буддийских патриархов и монахов основной темой жизнеописания является проповедь перед толпой и пейзаж сцены проповеди изображены в горах в деревнях скажем в монастырях при стечении людей готовых услышать пробовать священника действия на свитках дробные состоящие из нескольких эпизодов это разношерстая толпа одни слушают скажем проповедника другие заняты своими делами и здесь как художник так и компонент изображения он ограничивает пространство для каждого из сегментов здесь мы видим такой муравейник людской муравейник где каждый занимается своим делом но в то же время есть люди которые внимательно слушают проповедь совершенно имели предстают вот такие светки пейзажные светки из этого же ряда они такие безмолвные в них царит покой пространство и тишина туманная дымка которая закрывает горизонт скрадывает четкость очертаний предметов которые изображены на передней плане и здесь тоже художник изображает такую бочку с высоты птичьего полета что наверняка ставит цель показать вот такое необозримое пространство которое является доминантом идейного и эмоционального содержания цвета мы видим вот такие мягкие зеленые тона которые были очень характерны для декоративного пейзажа мы видим здесь билизовые деревья красные хромовые ворота тории и здесь очевидно желание и стремление художника к изображению целостного мира потому что именно этот целостный мир он является очень-то главной темой которую хочет художник изобразить такая изобразительная система зародилась в Китае в русском монохромном пейзаже под его влиянием пейзаж станет самостоятельной темой векунской повествовательности в свитках в более более современного времени именно эта тема выведет японскую живопись из тупика обратив ее к проблемам человека и мира для передачи грандиозной картины мира нужны были новые формы и художественные средства монохромный пейзаж постепенно становится популярным он распространяется в Японии это было во второй половине 14-го столетия буддистская секта дзен которая была в непосредственной связи с Китаем в 13-14 веках способствовала возникновению в Японии часть чайной культуры развития садово-паркового искусства специальной садовой архитектуры предназначенной для чайных церемоний все эти искусства были связаны с главной датриной учения секты датрины созерцания погружения самого себя сам свиток становится предметом созерцания среди работ Ямато и первой половины 14-го столетия хочу показать вам еще один горизонтальный свиток который называется легенды от чудеса божества святилища Касуга это синтайско-буддийское божество автор художник Такакаси на Такакане 1309 год он собрал 20 свиток которые повествуют о чудесах божества Касуга по использованию художественных приемов и позиционных решений эти свитки они очень напоминают Ямато и первой половины 12-го столетия такие же многоцветные такие же пышные одеяния на дамах такие же характерные позы тот же ракурс исполнения тщательно прорисованный рисунок даже вы видите вот эти раздвижные панели где можно разглядеть но все это носит декоративный характер и черты стилизованности стилизации свитки легенды о чудесах божества святилища Касуга положили начало чисто формальные разработки приемов живописи Ямато и которая перестала быть широким явлением японского искусства ее роль была не заведена до положения школы этой школой стала школа ТОСА которая продолжила существовать как хранитель традиций Ямато и и вот начался четвертый последний этап Ямато и который был связан с деятельностью школы ТОСА развивавшейся на протяжении почти пяти веков с начала 15-го до конца 19-го века ей характерны филигранные отточки детализации красочное богатство и техническое совершенство отделка родоначальником школы считается Фудзивара Юкинифу но прием школа не носила название ТОСА она стала так называться официально когда в тот период когда ее основал ТОСА Миксуногиум и именно на его годы жизни пришелся наибольший рассвет этой школы он был на должности главного художника и при его жизни художники школы пользовались покровительством и императорского двора на протяжении последующих столетий школа в общем-то никак не изменила направление своего практически сюжеты повествовательный характер этих картин и так далее они оставались теми же самым с середины тринадцатого начала четырнадцатого веков в Японию массово проникает китайская живопись династии Су и Юан эту живопись в Японии называли параэ а затем так стали называть картины японских авторов которые были созданы по китайскому образцу с изменением значения термина параэ изменилось и значение термина династии пятнадцатого дошла в Яматое была включена не только живопись большая происхождение от эпохи пиян и разрабатывающие ее специфические формы и приемы но и картины написанные в стиле письма хаку-бё по сути по терминам яматое объединила живопись разняющаяся как по времени создания жанров техники тематики так и по манере письма что такое хаку-бё это дословно длинный рисунок техника рисования монохромной зародившейся в Китае в пятом-третьем веках до нашей эры во времена династии Тан и ставшая самостоятельной в стиле это техника которая использует черную тушь в основном черную иногда золотую или серебряную и хаку-бё отличается токой немоделированной линией во времена династии Тан в Китае Кудао Цзи усовершенствовала эту технику вы сейчас видите его картину попробую вам что-то показала да по сути я вам показываю какие-то но это был тот случай который на самом деле очень впечатляющий все значит Удао Цзи усовершенствовал эту технику и вообще суть этой техники заключалась в том что как бы глядя на это произведение мы можем согласиться с китайскими историками искусства которые считали что живопись и каллиграфия они подкидываются из одного источника да потому что посмотрите какой каллиграфический на самом деле рисунок и вообще в Китае всегда бытовое мнение что многоцветие не создает эти жизни они считали что художник достиг цели тогда когда используя один цвет создал многоцветный то есть полную живость но по сути техники по сути эта техника сводила к минимуму все теневые и цветовые градации которые были так японскую факубю делят условно на две категории одна это предварительные рисунки наброски или копии а ко второй группе относят произведения которые известны под названием факубю ямато эхо это группа состоит из законченных картин законченных работ большинство из которых среди были и не следоват предварительные вот такого типа квартины они яркие например вот эта картина она имеет более законченный вид она относится ко второму собранию сказаний минувших и минувших дней кроме этого немножко позднее была создана вот посмотрите интересная инструкция значит это уже 13 век и макимону любовная велика и еще были изображения записки у изголовок это свитки которые иллюстрировали известную повесть Сейсюна произведения в стиле второй группы в которой вы сейчас видите они характеризовались очень тонкими немодулированными линиями бледными очень оттенками черной туши и часто здесь вы не видите но часто художники использовали такие крошечные пятна красной туши для изображения губ и каких-то других мелких деталей головные уборы аристократов и длинные распущенные волосы они исполнялись таким сплошным участком угольной черной туши и это создавало такой контраст черного и скажем светло-серого и белых цветов период развития судьбы абука популярность хакубе пошла на спад и в период рамбате лишь художники школы туса сохранявшие верность художественным традициям в периодах и яд продолжали использовать художественное творчество вот в качестве примера можно привести вот этот значит свиток и вот этот свиток значит я вам другой вот так покажу это фрагмент естественно значит и что получается что вот эти свитки исполненные в этой технике посмотрите они постепенно теряют какой-то цве какой-то праздничный какой-то эмоциональность и так далее то есть свидетельствует что наступает спад и в другом направлении в другом месте спад обязательно должен произойти еще вам хотим показать да вот эти последние они очень интересные значит это Гензимана Гадари Сасье значит посмотрите здесь вы не думаете что это такой он действительно такой здесь мы не видим этих ярких линий знаете отчетливых ярких выразительных эмоциональных областей и так далее и вот в принципе здесь оставались как бы вот такие графические изображения очень-очень тонкие и вот в принципе вот эта школа отмечет ТОСА в частности ТОСА Митсунори один из представителей этой школы один из последних который работал в этой технике но между прочим здесь он использует золотую фольгу фон здесь золотой фольгу таким образом живопись ямато э пришла купаться и что самое главное что мы можем какой вывод мы можем сделать из того всего того что она себя противопоставляла очень противопоставляла китайской живописи которая всегда была и под действием которой в японии находился очень японская ямато э пришла к утверждению радость между человеком и окружающим его миром и это радость прежде всего опиралась на рациональное и духовное начало которые признавались за человеком принципиально иное решение предлагала китайская живопись она отвергала это радость картины мощи грандиотности мироздания для них единственный объект этого мира имеющий повленную ценность созерцание природы маленьким человеком затерянным среди его мощности стихий главный и единственный путь приобщения человека созерцание это средство стихий с природой специфический способ постижения так сделаю небольшое обобщение если в свитках первую половину двенадцатого века сцены были самодостаточны и обособлены и являли собой собирательный образ человеческого бытия во второй половине двенадцатого тринадцатого века сцены и эпидоды становились частью повествования то уже ближе к шестнадцатому и семнадцатому века повествования так же как и сам человек и его жизнь начинают осознаваться и мыслиться бесконечно мирно Ямато Эль пришла в упадок и новые времена требовали новых средств выражения эти новые средства выражения тоже были очень интересны и вот обновившись стало снова развиваться собирались новые направления о которых можно поговорить в следующем спасибо